Исполнение желаний. Давайте разберемся. Что такое желание? Они что, у вас не исполнили? Какие дела сразу? Кто что хочет. Деньги мне нужны, чтобы исполнить желание. А у вас желания сейчас не исполнены? У вас еще ничего нет? Ну, то есть, они не продукт вашего желания? А что вам вообще надо? Желание, получается, заполнить недостатки. Да. А если вы знаете, что эти желания заполнить недостатки сразу проявятся здесь? Вам нужны до этого деньги? Нет. А как недостаток заполнить себе здесь и сейчас? Это обозначить вообще, что это за недостаток. И просто увидеть и почувствовать. Найти, почувствовать, определить. Да. А для этого тебе надо сходить в себя, уделить себе внимание. Не, блин, в квартире, а себе. Квартира-то она в тебе. Здесь и сейчас. И здесь, эту, эту провернуть можно только здесь и сейчас. Да. Только здесь и сейчас. И ты такая, здесь и сейчас пошла, спустилась. Нашла в себя этот недостаток. Что дальше? Ну, если я не переназначу. Ну, передозначу. Мы всегда, если мы провалимся, нам кажется, что вот чего-то нет. Мы всегда идем и ищем, что мы хотим получить с помощью этого на самом деле. Внутри недостаток найти того, чего я хочу. Да, ну да. Внутри недостаток найти того, чего я хочу. Ты же это чувствуешь, этот недостаток, да? И он начинает свербить. И появляется желание, типа хочу квартиру. А затем он теперь вешает. Что он тебе показывает, когда он запускает? А он теперь все знает. Сверхбит-то где? Ну, как только ты скажешь, да нахрен мне эта квартира. Я у себя и так есть, я дома. И вот то, что мне там нужно было спокойствие, я найду, как его себе дать. Я сейчас его трансформирую, знаю. Этот пазик закончился. А во внешнем мире-то что произойдет? Еще запомнил. А у тебя 10 долларов будет. А кто бы у тебя здесь свербить перестало? У тебя такое наполненное, да да все и есть. Хочу квартиру еще раз. Это недостаток, который всегда будет недостатком во вне. Вы можете ее добиться путем искусственного продавления, да, там, забрать. А это иллюзия. А тебе вот сейчас здесь квартира не нужна. Короче, вы ее мотивируете. Это иллюзия. Тебе даже сейчас может и ощущение, что квартира не надо. Это все иллюзия. Это все вот это внешняя иллюзия. Тебе вот здесь нужна вот эта наполненность, от которой ты просто у тебя просто фигач. А чтобы тебе войти в это, тебе опять нужно говорить, дети, сейчас я дворец, я вам, да, да. Хотела добавить. Не пофиг, я хочу квартиру. Не пофиг. Я все создала, тут я вся наполнена, короче, но я хочу квартиру. Она у меня будет. Но, ну, во-первых, я, когда я ее получу в любом случае, радости в конечных целях нету. Радость и счастье, оно в процессе. Я ее получу, конец. Конец. Радости здесь нет. Некое разочарование, ну, там, опустошение. Да, получается, каждую квартиру не хочешь. Получается, вот эту квартиру, вот отсюда целый пазл, ну, там, с другими пазлами, ну, как бы, не на пол выкинем. И у нас, как проекция вовне, недостатка в других вещах будет пипец. То есть мы, если визуализируем себе дом, ну, тогда вот ты останешься без семьи, больной, и, может, там, еще что-то. Потеряешь много, много потеряешь. Если ты хочешь то, что у тебя и так есть. Внимание, направленное на недостаток, плоди в недостаток. Недостатков будет куча. Почему это визуализация? Ну, это, конечно, хорошо, и в то же время не очень. Вместо того, чтобы разобраться, мы это испытываем, испытываем, испытываем. У нас здесь, как бы, ну, нам уже тут явный, как бы, звонок, да? Ну, хорошо, что раз себе опыт сделал, два опыта сделал, три. И потом, когда ты, ну, вообще все потеряешь, то, да, осознаешь то, что, блин, я все потерял, я умираю, да? Обычно так же происходит. А куда я жизнь-то, вот что мне сейчас, вот я умираю, мне квартира поможет, а деньги миллионы, которые мне могут. И тогда люди начинают жить, здесь и сейчас квартиры продают, все хорошо становится, все, мне вот осталось, ну, блин, типа, сейчас поживу. Вот теперь ничего не надо, да, вот эту конечность, да, и сейчас наживу, поживу. И, представляете, что надо с тобой сделать, и мы как себя доводим до того, чтобы, наконец-то, прийти в этот здесь и сейчас. Мы просто скидываем вообще с себя все, делаем такое, мы же этого хотели, наше желание, на самом деле, это все потерять, все вот это размазать, только чтобы вот остаться наедине с самим собой, испытать вот это чувство, что, блин, а теперь можно пожить. У меня есть, я. Потому что мы с вами придумали, что нам надо это, то, 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 то. Что остальное, мне сюда хрен не нужно, у меня вот есть я, я хочу и шутить. У меня есть руки, у меня есть ноги. А когда ты видишь свои руки, то сразу тебе дают кучу кистей с мольбетами, ты еще и риску не слышишь. А как только ты осознаешь, что у тебя ноги, и ты на олимпийской сборной выиграешь медаль. А как только ты осознаешь, что у тебя есть еще мозги, так ты получаешь там вообще пипец все. Ну, то есть... С которым надо все потерять во вне, чтобы понять, что они сами у тебя есть и здесь. И опять... И выходишь опять на новый круг. У меня все есть, а это уже... И потом я не значит забывать и уже. Кстати, было ощущение недостаточности и недостаточности, и недостаточности. Обнулився вообще вот эта такая недостаточность, что просто провалилась в жизнь, и такое вдруг... а у меня все есть. И снова, видите, уже новая такая трансляция. И жизнь, исходя из того, что у меня все есть, даже вот это. И я даже вот этого творец. И тут такая бац, и совсем другая проекция возникает. Кому-то надо так. А достаточно ли просто состояние вызывать недостаток внутреннего или еще себе придумать, как нужно себя внешне порадовать? Это тоже работает. И так работали. Но зачем тебе внешне придумывать радость, если ты постоянно в радости? Если тебе сказали, как хапать можно. Все, вот это все. Наслаждайся и так. Ты не можешь успевать наслаждаться, думаешь, притормози, притормози, притормози. Да, да, да. Но ты, на самом деле, не захочешь, ты захочешь иногда забывать, потому что ты тоже хочешь играть. И это нормально. Я потом помню. Кручь. Играм как нравится, Солик. Сердце наше знаете, да? А ритм сердца. Вы тут на радость, сладость вышли, да? И вот по этим точкам. Вот, ну то есть как бы. Вы не можете, вам нужно выкатить, да? Да. Не важно, на какую-то, кстати. Не важно. А я вчера трансформировала трещину. Не знаю, я не помню, как я на нее вышла. Я такая... Мы сейчас там походим. Вот типа земля, и вот трещина. Я такая, все, разлом, земля там. И я такая беру, переворачиваю эту трещину и вижу ее под другим узлом. И смотрите, и тут получается это просто объемно стало. И я за счет этой трещины расширяюсь. Я в глубину пошла, вынуждала наружу. То есть здесь трещина, кажется, с этой точки обзора. Она здесь кажется, блин, все разотянилось, жизнь попалая, все, жопа. Такая, перевернула точку обзора. Блин, я себе, я углубилась. У меня площадь моя еще больше стала. Я стала объемной. Да, здравствуй, трещины! Пойду и в гору, пойду и в обороты. Я расширяюсь. У меня площадь такая, я вообще такая сжатая. То есть я она только расширяюсь, сразу захотелось сказать, дерево растет, да, но корни-то глубокого. Мы все время хотели отрезать себе. И посмотрите, как по-новому можно посмотреть. И как сразу меняется сознание, когда я посмотрела доклад трещины, это расширение, еще в глубь пошла, дошла там, и сразу такая вот эта картинка, вау, как бы, я люблю трещины. Спокойствие. Я тоже и просмотрилась. Давайте трансформируем спокойствие и беспокойство в новое целое, что является одним. Спокойствие и три бога, да? Спокойствие и беспокойство. Беспокойство в моем спокойствии, да, и спокойствие и в спокойствии. Без движения. что классного, когда ты в горбу лежишь, без движуха дома сидишь, спокойный покойник обычно день-ночь, днем ты движешься, ночью спокойно а как сделать так, чтобы понятие двудуальности спокойствие и беспокойство это два слова, наделенные каким-то явлением которые проявляются, нас ограничивают обе границы вы ночью спите, а у вас работает что? все, все работает беспокойно и наружу, но наоборот у вас там такая работа происходит, а не перестает а вы спокойно спите, интересно такой сон беспокойный получается а можно и по-другому сейчас, давайте еще будем рассматривать спокойствие как одновременно спокойствие может быть беспокойством? спокойствие и беспокойствие ты можешь не двигаться внутри у тебя все это хорошо но это все равно разделение ума с телом а как вообще понятия соединить не привязывает тело спокойствие давайте накидывайте ваши варианты это уже идет практически работа трансформации о чем мы все время говорим найти новое целое между двумя шаблонами дуальности беспокойство например если мы берем увеличиваемся формат получается там беспокойно постоянно броновском движении движутся частицы но при этом они там что они там делают как не я спокойно на самом деле очень спокойно когда я надвижу как беспокойно у меня морально я прям спокойно за себя когда я надвижу как беспокойно вообще там везде ну так ну как только я блин спокойно у меня беспокойство жуткое блин беспокойство ума то есть смотрите да беспокойство ума спокойствие тела то есть находите на самом деле скажите пожалуйста как это провязать с деньгами спокойствие купить спокойствие беспокойствие вы можете создать спокойствие и беспокойствие сейчас а еще мы все успокоились по поводу нашей жизни потому что знаю что она ахиленная нет уже если я но при этом вам спокойно за свою жизнь одновременно вы сейчас на движухах спокойно спокойно и спокойно одновременно то есть я сейчас вам не платила Безопасность. Безопасность. От кого мы защищаемся? Самое первое, что мы хотим объяснять, это безопасность. Почему мы защищаемся? Или кому-то надо? Давайте еще раз. Безопасность. Что такое безопасность? В чем она? Где она? И как ты ее ощущаешь? Тебе сейчас безопасно? Тебе тоже не платили. Врагов внешних нет. Врагов внешних нет. И это порождение каких пазлов нашего сознания? Врагов внешних нет. Кто их дает врагов? И кто такие враги? Да, пришли бороться. И кто их создал? Бактерии. 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 Сам в себе врагов. Ну, наверное, сам в себе. Сам в себе врагов. Ну, где враг там? Внутри. И откуда опасность идет? Ну, из моей какой-то осторожности. Ты в игру сама с собой играешь. В опасность получается, да? Да. Сама с ней ее создаешь. Сама не боишься. Сама там в этом. Ну, это да. Я сама боюсь, боюсь, боюсь. Смотри на этом. Ну, боюсь это когда. Да, да. У меня должна быть приятность. Спасибо. А вы куда не пойти? Они же меня ждут. Ну, ждала себя. Ждала. Ну, тут каждый сейчас тебя облудовал. Так вот, на конкретную я не сохраню, что я могу на каждом месте где? Это здесь. Самое на каждом месте, которое на конкрет. А. Я это сохраню здесь. Так опасность и безопасность, это что? Вместе. Давайте хаким. Иллюзия. Опасность. Опасность в безопасности людей. Вы, если в зерне, маленькое зернышко, в безопасном месте для вас это опасно. Вы умрете. Вы не вырастите, не видите солнышка, не видите радости, не видите кайфа. Опасность в безопасности. Ребенок, когда рождался, кто был на прошлом году? Да, да, да. Ребенок родился, почему? Потому что у мамы. Ему было опасно. Это и было для того, что он от мамы вылез, и ему там было безопасно. Да офигеть, он умирал уже, у него нет возможности. Он рождается из опасности. И одновременно, если опасность в безопасности. Безопасность? В опасности. В опасности. В опасности. Ну и первое вам накидало. Давайте хоть выйти. Я не могу от нас. Вас трансформация не занять. Ребенок родится, если он не будет в этой опасности? Нет. Нет. Ну и как это нужно, наверное? Чтобы вообще... В общем, опасность в безопасности. То есть, как только вы то, что вы боитесь, вы осознаете, ну понятно, с точки зрения, что я творец, это именно куда вам надо, блин. Вы себе сигналите сами. Что пора выйти из зоны комфорта. Вы все же знаете еще по психологии, там, и круче-пучить. Зона комфорта это все, это консерва. Зона комфорта опасна. Она все бывает консервирует. И давайте перенаделим тогда сейчас опасность. Мы и наделили опасность. Опасность это все-то новое. Опасность это значит что-то новое. Это расширение какое-то. Это именно, что пора куда-то... Опасность? Это выехать из консервы и начать двигаться. Пойти в новое. Это моя безопасность. А вы считаете ее опасностью? Наоборот, сидите в новое. В конце безопасности оставаться в безопасности, потому что там нужно. Конечно. Вообще круто. Круто? Да. Чтобы идти в новое и жить, деньги нужны? Нет. Ну как-то нет. На хлеб. Пожьем. 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 Нет, чтобы идти в новое. Я разорвала вам просто шаблон сейчас. Ну конечно вы сказали нет. И я знаю, что нет. Но если вернуться в старое создание, то давайте из того, что тоже посмотрим. Точки зрения. Все время рыдешь. Идем в новое. Платим деньги. Мы купили квартиру. Ну это получается даже как-то не... Ну что вообще? Нет. Если денег нет, то не на что купить хлеб. То есть кушать нечего, а умерли все. Вопрос. Для чего ты захотела, чтобы у тебя не было хлеба и ты умерла? Каким сознанием внутри? И еще надоело здесь быть по факту при трансформации. Туда же только в новое тело, в соседское. То есть получать хлеб есть. Чтобы опять не надо, чтобы было хлеб. Да, и не можешь даже хлеб себе взять по факту, да? Ты засиделся уже так где-то в этом опасном пространстве, что оно стало опасным. Ну короче, из-за после. Когда у нас нет внешних ресурсов, соответственно у нас нет внутренних. Но внутренние ресурсы есть, просто мы их не видим и не используем. А внутренние ресурсы это суета, желание, кайфушки, радости, движуха, творчество, наблюдение, любовь. Наши внутренние ресурсы. То есть у нас вообще может такое случиться, чтобы денег не было? Или хлебушка? Может. Ну если ты не используешь свои собственные ресурсы и себя не любишь. Да, да, да. Ну сейчас изнутри все за... Ну сейчас мы уже такие лалилуйные, конечно, мы не можем. Ну там такой надо разруху и трэш устроить. Ну вообще, то есть там надо просто... Все ваши воспоминания о войне, о бабушках и так далее, да вот тут. Не было никаких бабушек и нет вообще голодных людей. Кто голодных людей это создает? Кто вообще... Кто любит благотворительность своим вниманием делать этих нищих несчастных блин? Еще более несчастными. Еще более несчастными. Так и тебе их жалко? Ну на самом деле не тебе, тебе не их жалко, а себя. Да, потому что я такой нищий творец, что творю таких умных. Да, да. Потому что состояние вот этого жалости испытывается оно во мне. Это вот как я как бы еду и говорю, блин, всех убрала этих как бы, ни одного попрошайки. Как только я сказала, направила свое внимание. То есть много дней никого не было, я доедраю. А причина была и где, и попрошайка? Да. Я такая и со всех сторон там буквально через два часа. А не все. А не все. Вот оно, внимание, да? Сказала, называется. Деньги это средство обмена. Как вы это понимаете? Я все такое пропущу. Давай через средство обмена. То есть, чтобы тебе что-то получить, ты идешь и меняешь себя на себя через деньги. Я пошла на работу. Я пошла на работу, чтобы купить квартиру, чтобы испытать счастье. На работе мы что делаем? Мы берем кусок себя, ну то есть как бы, внимание, умения, навыков, времени, здоровья, ну чего угодно, силы там, всего. Обмениваем из ничего, понятно же. Все, я из ничего, деньги из ничего. Обмениваем на кусок средства обмена, еще одного там под матрешку уже, матрешку-матрешку. Вот, и потом этот кусок средства обмена идем, обмениваем на. Помню, что бы мы ни делали, мы это делаем, чтобы ощущать ощущения, мы уже знаете, да? Которые нас наполнят. Да. Чтобы ту пустоту, которую мы из себя вытащили на этой работе заполнить обратно. То есть мне, еще во мне, еще во мне, а внутри все равно по факту пустота. То есть мы из себя вытащили по такому кругу во мне. Да. И опять недостаток. Но, если мы взяли, что работа это просто пункт обмена, почему бы нам сразу не обменивать работу себя на себя, ну, минуя вот этот инструмент денег. То есть если вы работаете на работе, для удовольствия кайфуете, познаете и можете смело разрешить себе ее менять, не зацикливаясь на одной. Тогда вы всегда счастливы, у вас есть все ресурсы, и хлеб, и дома, и машины, и квартиры. Как оно будет? Хрен его знает. Но оно будет. Подтверждений масса. И на собственном примере. Я раньше работала, я 16 лет жила одна и обеспечивала себя одна. И пока я не ушла в тему эзотерики до 2006 года, я работала по 2-3 месяца. У меня трудовой книжки полная. Я еще приходила, гордилась и не понимала, почему на меня так странно смотрят. Месяц-два на работе. А я хочу узнать о камнях. Я астрологией любила заниматься. Какие камни подходят. А чтобы их изучить, я пошла в юбилейный магазин работать, где мы изучали камни. Наверное, на серебре была. И у меня премия была самая большая. Продажи были у меня. Хотя мне просто интересно было. Но я прям там всем втирала. Вот и какого знака. На спору говорю, а я сейчас продам сережки, которые со дня открытия магазина. Это киотски страшные, но они мне показались красивыми. Сейчас я думаю, что они были реально страшные. Я говорю, я их сейчас продам. А уже 5 или 6 лет в магазин работала. И пришла вот первая женщина с дочкой. Я ей продала. И прям говорю, да вы просто посмотрите на это. Вот. А потом еще продавцы говорили, блин. Они что-то вот подумали их уже уценить и купить себе. Хотя они там все обзывали, что они уродские. Потом я пошла работать в банк для того, чтобы взять кредит. Я где-то услышала, что в банках есть там 55 разных видов кредитов. Нам показывают только 2-3. А для своих там есть другие разные. Ну это я просто сумму искала, может 30. Разных кредитных условий, где можно вообще там за такие проценты, вообще практически без процентов взять. Любой кредит. Каждый. Ну для своих только. Ну я так и думаю, на свой бизнес будущее надо узнать. Как это замутить. Я пошла туда работать. Мне сказали 2 месяца ты без премии. Вот что Нелли двигала каждый раз? Интересно. Без премии. Я получила самую большую премию. Из всех, всего банка. Там 50 девочек было. Сказали, да ты что. Она тебе напрямую сразу все давала. И мне было пофиг на деньги. Хотя я знала, что где-то я поем. У меня дома не было еды. Никогда. И денег не было. Поначалу. Но я всегда знала, что я могу пойти к подружке покушать. К бабушке покушать. К маме покушать. Ну она мне квартиру оставила. Сказала, я там замуж и не шла. Вот я отдельно рядом живу. У меня все есть. Денег не будет. Если что, придешь покушать. Но я лето к ней приходила. Я сама дома что-то наготавливала. Ну это уже в последнее. Поначалу у меня был такой шаблон, что меня накормили. А что мне еще для жизни нужно? Ну чего? Есть друзья, которые еще могут сводить на дискотеку. Блин, вообще классно. То есть, ну, такой ветер. И потом все работы, которые были на месяц, на два, на три. Узнать. Я даже вот в осознанном возрасте. Уже буквально 3-4 назад. Я за полгода проработала на 5 работах. Пошла, чтобы открыть свой бизнес. Ну и открыла свой бизнес. У меня был отрез моё. Вот это, короче, поддержка там уже отдельно другие. Короче, у меня было много этих бизнесов. И мне, чтобы бухгалтерию вспомнить, я в университете изучала, я думаю, за курсы 17 тысяч платить. Ну вот сейчас денег нет. Ну на тот момент, что я на курсы отдавала деньги. На закройщика там, на такие. А вот на бухгалтерию, ну жалко. Мысль пришла. Так, ну сделай, как ты всегда делал. Иди на работу. Пускай тебя там научат. Я наврала с три короба, что я знаю эту программу, что меня сейчас научат. Ну, говорю, покажите просто вашу программу. Один из, да? Один из предприятия. Оно под вас... Джобдор экспедиция это было. Под вас заточено. А типа везде, но по-разному. Покажите. Мне два-три дня показаний называли крючкотворцем. Сказали таким бухгалтером. Мы ещё никогда не видели. А мне был интерес нужен вот в этой всей фигне разобраться. Я им все архивы там скопившиеся лет за десять, наверное, или за всё существование не доделаны. Там где-то штабов нету, где-то не дописано что-то. Собрала за месяц и отправила там, ну, в архивное отдел. Они сказали, блин, эту работу мы много лет не могли сделать. Просто сказали, вот как. А мне просто было интересно, на интересе. Ну, естественно, там у меня и кремя была тоже. Выше всех. Но она об этом не думала. Это самый короткий путь. Я даже и не знала про это. Самый короткий путь через внешние, но самый короткий. И как она складывается? Мы эту почку не выстраиваем. Она сразу туда ходила. Да, через внешние, но сразу. А можно прямо сразу во внутренние. С чувством, как у меня есть деньги. У меня есть, да? Да. А я бы за жалобу, наверное, вот на такую дорогущую хрень бы купить денег, а не уже вот. Ну, она так и живет по сей день. Круто. Да. То есть средства обмена понятны, да? Да, да. Отпустимся. Отпустимся. А, я хотела бы... А, ну, все. Да. Отпустимся. 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 Отпустимся.